Всем привет, любители ароматного табака! Прошла очередная неделя, в связи с чем я представляю вам новости. Табачные новости, что интересного произошло в табачном мире за прошедшую неделю. Итак, друзья, журнал «Русский табак» сообщает нам о том, что власти Куба ожидают поступления около 19 тысяч тонн табака в этом году. То есть на Кубе не бывало выражать табака, в связи с чем ждем интересные новинки. Видимо, нас что-то интересное ожидает, кубинцы нам что-то интересное приготовят. Итак, профессиональный табачный журнал «Табака» сообщает, что Роспотребнадзор запретил курить на подземных парковках. Как отметили в надзорной службе, парковка в подвале Желудова является местным общим пользом и, соответственно, относится к местам, где курение запрещено. Также профессиональный табачный журнал «Табака» сообщает о том, что Минкультура выступил против запрета госфинансирования фильмов с ценами курения. Как отмечается, ведомство не поддержало данный проект, поскольку не согласно с предложением о запрете государственной поддержки художественных фильмов, в которых демонстрируются табачные изделия и курение. Ну, в частности, в статье сообщается, что некоторые образы общеизвестные невозможно раскрыть без цен курения. Ну, к примеру, допустим, того же Шерлока Холмса без его трубки тяжело представить, Черчилля, ну и всевозможных героев. Плохие новости для белорусов. Минздрав предлагает запретить курение на балконах, лоджиях и во дворах. Ну, в общем-то, отмечается, что планируется отнести к местам, где курение запрещено. В частности, остановки общественного транспорта, переходы, метрополитена, детские площадки, помещения, занимаемые организацией физической культуры и спорта. В этом списке также пляжи и лифты. Предлагается запретить курение в автомобилях и помещениях, если в них присутствуют дети до 14 лет. Также к местам, в которых курение запрещено, за исключением специально созданных для этой цели, предлагается отнести торговые объекты, рынки, объекты бытового обслуживания, население, общественное питание, помещения и территории, занимаемые госорганами, учреждениями, образованием, организацией, культурой, здравоохранением и так далее. В общем-то, я так понимаю, белорусов ждет то же самое, что сейчас в России происходит, к сожалению. Также, друзья, всех поздравляю. На прошлой неделе исполнилось 70 лет известнейшему голливудскому актеру Арнольду Шварценеггеру, любителю сигар, трубки, ну, в общем-то, человеку, непосредственно связанной с культурой курения. Журнал «Сигарн Тайм» публикует интересную статью в разделе «Личности». Речь в статье пойдет о Жан-Нико де Вильлемейн. Кто не знает, друзья, Жан-Нико – это человек, в честь которого назвали, в общем-то, замечательное, содержащееся в любой табачной продукции, а также в самом растении табак, в веществе под названием «Никотин». То есть, ну вот, назвали в честь французского ученого. Ну, значит, ну и журнал «Сигарок Сианада» сообщает о том, что портфель «Брикхаус» пополняется сигарой «Дубль Коннектикут». Ну, интересно, друзья, в нашей группе очень популярная сигара. Все ей с удовольствием курят, все ей с удовольствием делятся впечатлениями. Они действительно интересные сигары. Кто не пробовал, обязательно попробуйте. Занятная штучка. Ну, вот, дополнился еще, портфель дополнился еще одной сигарой. И «Алтадис» на страницах журнала «Сигары все надо» сообщает о том, что на рынок выходит четыре новых сигары в портфеле «Монте Кристо». Интересно будет попробовать. Ну, друзья, это все новости этой недели. Спасибо вам за то, что выслушали мое мнение до конца, мой рассказ о новостях до конца. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»